В итоге как-то хватило кирки, ну я все локи, получается, бегал, но вот эту вот желтую, типа одиночную семейную, красную одиночную семейную, там бывало помешали, но 4 захода, типа, хватило, чтобы добыть эту медь, все. Ну я имею ввиду, типа, одну красную, одну желтую филовую, зачистил, все. Блин, знаешь, вот еще так смущает, получается, когда я захожу на локу, или ты как-то садишься на карты, и оно слышно, как, не знаю, как звук ветра, или что такое, как ш. А это сделали в предыдущей обнове, ну, скрытность так означает. Ну, я понимаю, но это как-то все равно, знаешь, так вот, заходишь, вроде никого нету, а это ты. Пугались, не поняли, в чем дело, что за фигня, да-да-да. Был такое. Я потом привыкну. Ну, надеюсь, надеюсь. В принципе, я раньше вот не пугался, допустим, когда кто-то там киркой или топором стучит, или там с мобами бьется, а вот именно из-за скрытности сейчас этот звук мне как-то не особо понятен. Ну, мы тоже сначала привыкали. Ну, допустим, смотри, насчет этого звука скрытности при заходе, я только сейчас понял, вот пока мы менялись, это первый раз, я думаю, это или глюк, или что-то такое было, вот, когда я заходил, а второй раз, получается, это вот сейчас вот принес, последний раз рез, и только сейчас вот решил обратить внимание, глюк или нет. И потом вспомнил, что это у скрытности такая фигня. Так, ладно. Ну, ладно, что ж там, пишите, если что. Окей. По оружию, даже по синему, что вы получите, изобразить. Фиолта, я думаю, точно дорого вам будет, если он даже за железо там что-то разграничал. Не, ну, я же говорю, просто фармить себя заставить трудно. Вроде как хочется чисто ящики там, чисто эту подземку, и то там до босса дойти, это столько нервов потратить, там вдруг кто придет, там начнут гонять или что-то такое. Просто моего друга лично в подземах частенько гоняют. То есть, если мне вот, я зачищу пять подземок, ко мне никто не придет, там, может, на шестую, седьмую кто-то зайдет, я с ним побьюсь там кулаками, дубиной, все, там кто-то из нас умирает, то моего друга там каждую вторую чисто убивают. А теперь вот представь, что ты там с подземки получаешь? Ну, что, зеленку? Ну, смотря какая. Типа, я, бывает, чищу голые даже эту красную подземку. Ну, ну, ну ладно, синька там может выпадет. Ну да. Ну, а так в основном нету варианта больше фарма, считай. А тут вот смотри, ему сразу восемь синих, тех, какие надо, да? Ну да. И что, ему было железо пофармить? Ну, пускай тогда как бы сам добывает, не вопрос. Ничего себе. Сколько он будет искать вот эти комплекты синие себе? Про Фиолт я вообще молчу, чтобы его наковырять ему. Ну, у Фиолта ж мне... Я-то, видишь, не против, в принципе, был. Если он решит за Фиолу, если за сумку, то ему, как бы, трудно достать. А Фиолту еще сложнее, правильно? Ну, по идее, да. А вот знаешь еще, меня интересует один вопрос. Кстати, вот смотри, получается, я... Спрашивал тебя за проклятый город. И вот он сейчас у меня минут, не знаю, 20 висел. Вот, осталось здесь минуты с 30, так никто и не зачистил. Ничего себе. Ага. Ну, мне лень туда бегать. Из-за зеленки, за... Надо перебиваться. Я вот, видишь, я с голой скопьем пришел чисто. Забрал ресурсы. Мне тут даже, знаешь, не из-за оружия, но оружие я в класс кину. Типа, в очки, в алтарь. А вот ресы, это как бы, тут есть переработанные иногда. Так что они уже нормально пойдут. Не, а мы зеленку этого оружия, как бы... Вообще, зеленку ценим хорошо. Мы лучше какой-нибудь синь закинем в котел, а зеленку отпускаем на воде. Все, что добываем. Ну, ничего, ее не ремонтировать, не крафтить не надо. Поднакопил, пошел, как следует поковырял. Не, простым оружием можно, но это очень долго, как я раньше палками-копалками, блин. Или, если ты вчетвером проходишь, да, с классами выпеченными, можно, конечно, там в говне поковыряться. А когда один-двое играют, блин, ну... Это очень долго. Ну, берем там зеленку. Ты бы знал, как мы вдвоем воде нас очищали копьями и луками. Ну, варень, о чем это? Долго. А так, иногда синьку даже, когда берем, то он там просто отлетает у нас. Один этот прям вообще... В одно удовольствие. Сейчас просто ремонта много накопилось. Мы тормознули. Еще должен тип сегодня написать. Обещал два ключа от кузни. Меняю такое. А, кстати, а ключи от кузни ты поскольку берешь, за что? Просто мы пока в кузне не собираемся вообще, нам бы хоть с этим разобраться. Пофармить, так сказать. Ну, вот... Вот с ним... Я у него как спросил... Ты как, что? На что рассчитываешь? Он говорит, ну, я за ключ хочу на грудник. На танк фиол. Ну, не вопрос. Как бы... Вот так вот и решили, что... Фарм второй ключ и две фиолки тебе дам. Две шмотки. А, получается, типа, один ключ и один фиол или что? Ну, с ним так страховались. Но вообще, мне кажется, подороже. Ну, как бы, если его... Ты меня устраивает, почему бы и нет? Не, ну, то понятно, то само собой. Мне кажется, они... Вот сет, значит, примерно... Сет... Ну, два-три ключа где-то, наверное, стоит. Вот так вот. Неплохо. А тут и две вещи. Одно. Как бы, нормально. Да, это выгодно. Это я так прикинул. И опять же, я прикидываю всегда по минималкам. Там фиг его славит. Вот у них как. Ну, я заметил, что по минималкам рост со мной меняешься. Ну, что, мне просто, как бы, тоже тут роль играет, знаешь, что, то, что, когда человек уже, знаешь, что, никиток, да? Как бы тет-та-тет кину, ты потом принес все это. То есть, сделка 100% успешная и риска минимум, да? И тут, что бы по минималке не провести, если без напряга. А когда с новенькими какими-то встречаешь, начинаешь его пробивать по чатам везде, если он где-то в китках, потом там настороженность, то есть торгуешься, ну, на фокусе его держишь все время. Ну, напрягает, надо лишняя сосредоточенность. Что-то мы сейчас так пробежались, трам-пам-пам, вообще налегке, и все. А иногда бывает, что и крупные сделки проходят, и вообще с незнакомым человеком. Там уже приходится где-то перестраховаться, что-то вот так вот. Ну, лишние заморочки. Там можно и цену вот за такие вещи, чтобы приподнять. А если бы... Ой, я помню, как вот, не знаю, ты видел ролик, не видел, как менялся я все-таки с чувачком. Типа, я ему даю огненный лук, а он мне гроб. Блин, я так долго думал, стоит, не стоит, стоит, не стоит. Я ему говорю уже, покажи гроб. Ну, блин, ладно, уже там, я не знаю, минут 10-15 стояли, общались чисто. Да, это где-то самое там, тык-тык, бросил-взял, бросил-взял, да, вот это? Да, только вот смотри, в чем прикол. Я один раз бросил и забрал обратно вот лук свой. Все, я ж такое жду. Он, типа, мне до сих пор не доверяет. Ну, блин, еще минут 5 отстояли, е-мое. Ладно, он такой пишет, ты положи его, и я в этот момент положу. Я такой складываю, ну, типа, нажимаю, ну, уже готовлюсь нажать на взять все, чтобы, если он там захочет забрать, типа, вот секунду положил, подержал и забрать все. В этот момент я промахиваюсь и нажимаю, получается, сложить все. Ну, и получается, у меня не вышло вернуть свой лук, он забрал и ушел. Да? О, ничего себе, то есть он тебя кинул? Ну, да, получается. Ну, это на этом, на бета был. Так что. Вот вообще, ну, вот поэтому я и хвалю. Ну, на, я как-то не раз, вот, вот, самарай. Не, я иногда, я, как бы, нахожу новых клиентов, ну, как бы, с кем все успешно, удачно прошлось, как это. Друзья потом добавляю уже, чекаю, смотрю нормально с этим. Можно, ну, и в группе, опять же, сижу там, да, в том же Усентипе, например, на сервере. Уже смотрю, где постоянные, раз, где кидок опять засвечивается, я его там набить начинаю, прям, в открытую. Вот, а тут с одним тоже сомнение. Обычно, знаешь, кидают мелкие ребята, ну, лет, по-моему, 7, по-моему, 8. Да, 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 я тебя знаю. Это сто процентов, потому что и тот, что у меня лук забрал, я по голосу ему где-то от 8 до 10 максимум на лук. Да, да, вот они кидают в основном. И тут я созваниваюсь по голосу. Мелкий, раз, меня это уже, короче, насторожило. А стали с ним бегать по локациям, искать, искать. Встретились на семейке, короче. Засада, да. Раз, и тут что-то прям лаги сразу такие резко. Раз, два, три. То есть, понял? И нифига себе. Говорю, а что это так лагает-то? Он, да не, нормально все, нормально. Ну, давай встретимся. Хопа, и за мной шабла откуда-то. Он, значит, с одной стороны, типа, ждет. И за мной прям толпа летит. Три человека. Ну, конечно, я ушел. И то они меня там вот прям, знаешь, так оперативно сработали. Балласт накинули, там кучу налетели. Ну, я в зеленке был. Ну, смотался. Потом, давай по другим побегаем. Он, да нет, нет, давай сейчас подождем, еще раз вернемся. Ну, я ему не отвечаю. Типа, сейчас вернемся. Раз, опять забежал, подчекать. Ага, блядь, сидят нахуй. Хоп, назад. Я говорю, не, пошли по другим. Не будем возвращаться. Ну, пошли, ладно. Короче, бегаю-бегаю с ним. В итоге, типа, не встретились. Есть, нет, есть, нет. На все нет постоянно. Думаю, что за фигня. Один раз локация, короче, раньше вышел. И прям побежал такой. И уже почти прибежал. Говорю, ну, что, пошли на другую, типа, переходим. Он, да, давай. Я такой, готов? И он мне сразу сходу отвечает, готов. А я прикинул, у него еще секунды 3-4. То есть, ну, пока выйдет, пока добежит. В итоге, он даже, получается, не бегал со мной по локам, а сидел на той семейке. Ну, я психую, говорю, все, ладо, короче. Давай на той семейке. Только сейчас я шмот одену. Тех ребят повышиваю быстренько. Ну, что, всех? Я, ну, типа, да, я сейчас всех вынесу троиху. Все, и поменяемся. Он, ну, ладно, давай, говорю. А ты что, ты мне тоже сейчас поможешь? И понимаешь, да, ситуация? Да, да, да. Типа, да, семейный, как он мне поможет? Я беру, одеваюсь, залетаю. Опа, нет, никого сидит, ждет. Блин. А ты прям заметил, что у него ник, ну, над ником именно клан там у них похожий, да? Не, а он, знаешь, как они могли. Они могли между... Клан был не похож, я посмотрел. Но он мог, как он говорил, он, типа, одиночка сейчас, скоро в Тима возвращаться. С Тимой добазарился, и вот так же они чекали вместе. Раз, пересеклись, и он вот тупо засел в той локации семейной, где они пересеклись. И вот по таймингам, по моментам, как я бегал, я смотрю, что-то он прям быстро добегает. И один раз это даже заранее пропустил, побежал на другую локацию, и он, да, готов, то есть, как бы он не успел бы по времени-то, блин. То есть, он сидел там и ждал. И вот тоже молодой, малый, лет 7-8, блин. Хитрецы, блин. Пока вот я ему не прегрозил, вот так, не взял за жанры. А там сделка выгодная ещё такая была. Ресурсы в плане... Так, она на среднем уровне, просто именно интересы мне нужны, не хотел откапывать. Вот и говорю, ну давай сейчас, короче, я их вынесу, а ты мне просто поможешь. И всё, и раз нет, никому. Так, а что они там потом с тобой просто поменялись, да? Да, ну, он, да, он один просто поменялся, и всё. Но он меня в чатах видел, как я это гоношусь иногда на китков и всё такое. Поначалу я там, когда сидел, я прям... А сейчас сделали время, что сообщение раз в два часа тук, скид. Ну, чтоб не засоряли чат. И то я иногда умудряюсь слово ставить, если кого вижу. И вот он понял, что я его сейчас в банк в китки кину, и всё, если какой-нибудь казус такой получится. А то он хотел и чистеньким остаться, типа я-не-я, и резы там, шмотки с меня забрать. Вот так вот. А в чём эти были одеты? Что ты от них убежал? Кстати, они были вот кто в зелёнке, кто в бомже, ну, как в простых, то есть фифти-фифти как-то так. Я даже не помню, синька была там, у кого нет. Я так быстро убежал, что, ну, смотри, охотник, плюс тапочки фиол. Ну, у меня ведь зелёнки было, а тапочки фиол. И лука охотник 5% ещё даёт. И того у меня скорость была 40. И я ещё спиды заюзал. Ты представляешь, какая скорость у меня была? Ну, да.